Студент педагогического университета Артём Козлов учится на историческом факультете. Изучать историю он любил с самого детства. И больше всего его как раз интересовали годы Великой Отечественной войны. Именно поэтому он решил стать волонтёром 800, чтобы помогать в организации акции «Бессмертные полги 2021» и побольше узнать о героях, которые одержали победу. До этого работаешь с книжками, а тут живые люди, которые прошли какой-то боевой путь. Ещё даже некоторые живы до сих пор. Даже мурашки иногда по коже идут. В 2020 году из-за сложной эпидемиологической обстановки и невозможности провести марш «Бессмертный полк», ставший доброй традицией Дня Победы, было организовано онлайн-шествие. Трансляция шествия длилась тогда почти 20 дней. Её посмотрели около 25 миллионов человек во всём мире. Было подано свыше трёх миллионов заявок. В этом году организаторы акции решили повторить онлайн-шествие. А волонтёры 800, в основном это студенты нижегородских вузов, будут помогать участникам правильно оформлять заявки. Сейчас они проходят обучение, как именно проверять эти заявки. Человек заходит и оставляет на одном из ресурсов, да, там, соответственно, либо в социальных сетях, либо на сайте 2021.palk.ru, он оставляет заявку, своё обучастие в акции. И далее эта, соответственно, заявка уже попадает к волонтёрам. И они эту заявку проверяют, правильно ли фотография, правильно ли заполнены там фамилиями отчества. Они смотрят, чтобы на заявке была фотография пользователя, во-первых, реального человека, да, и что это ветеран, чтобы это была ни в коем случае не хулиганская фотография. Сейчас я проверяю дату рождения, чтобы он проходил. И фамилии, имя, отчество ищу в интернете. Действительно, есть такой. Заявки необходимо подать до 7 мая, до 10 часов утра включительно. А само онлайн-шествие состоится непосредственно 9 мая, в День Победы. Наталья Лисова, Максим Веселов. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok